Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Задача моя рассказать, какие пять растений должны быть обязательно в каждом саду. Но с этой задачей, я считаю, никто бы не справился. Поэтому я расскажу о таких пяти виртуальных корзинах, из которых должен всенепременно состоять ваш сад. Начинающий ли вы цветовод-садовод или уже увлеченный-продолжающий. Приготовились, начинаем. На первое место я, конечно, поставлю розу. Любите вы ее или нет? Я думаю, что каждый рано или поздно придет к тому, что он ее полюбит. Как бы вы ни отрицали, что надо с ней возиться, что у нее шипы, укрытие и все прочее. Потом и шиповник может выскочить. Но, тем не менее, роза царица сада пришла к нам с тысячелетней историей. И до сих пор она востребована. И, как видите, в магазине уже большой ассортимент. С каких роз следует начать? Я буду настаивать на розах, которые как бы мало, наверное, известны, мало распространены. Но они есть, на них мало обращают внимания. И это сорта роз на основе розы морщинистой. Их еще называют иногда розы парковые. Но парковыми иногда называют... Вот вообще, все, что посадил в парке, то и парковые. Поэтому не ведитесь на эти уловки производителей. Должно звучать, что это роза на основе розы ругоза. Что такое роза ругоза? Вы же знаете, это шиповник с такими крупными плодами, как тыквочки. И чем она хороша? Особенно, если ваш участок больше пяти соток и позволяет пространство. Она хороша всем. У нее цветение начинается раньше всех других групп садовых роз. Начинается оно уже в июне месяце. И длится бесконечно. Конечно, через большую волну, потом со спадом. Но длится до самой поздней осени, до заморозков. И можно наблюдать, как на обычном шиповнике, такую картину, что розочки еще цветут, но уже сформировались оранжевые плоды. Все происходит одновременно и непрерывно. Укрытие ей не требуется. Зимует она в подавляющем большинстве случаев исключительно хорошо. Только, ну, только если там уже специально вы что-то с ней будете творить непотребное. И единственный недостаток, то, что на двоих одно розу вы не купите с такой целью, что зачеренковать у соседки. Почему? Потому что они практически не поддаются черенкованию в обычных условиях. Только делением куста, отпрысками, когда таковые появятся, образуясь в течение времени куртинки такие. И у них сохранился аромат шиповника. И цветки необычайные, на крепких цветоносах, усыпанных, конечно, многочисленными колючками разнокалиберного размера. И цветочки, особенно вот таких сортов, как... Ну, самый распространенный сорт – это ханза. У нее окрас близко к малиновому. Царица севера. Затем сорт очень интересный с различными окрасками. Там еще идет дальше приставка. Это сорт Беротендорст, у которых цветочки прямо как гвоздики. И если бы нам просто на фотографии показали, то вряд ли бы вы отличили, гвоздика это или роза. Старинная роза, ну, как старинная, середины прошлого века. Роза, которая называется Рита Усма. Все это можно найти. Я вам просто заостряю внимание, что вот с каких роз начать и на кого положиться – это сорта на основе розы, ругозы, розы морщинистой. Ну и, конечно же, еще одна группа, с которой я рекомендую начинать и которая вас никогда не огорчит – это группа Флорибунда. Чем они хороши? Потому что в отличие от чайно-гибридных роз, сорта группы Флорибунда, они, кстати, и созданы с участием чайно-гибридных роз. Но если чайно-гибридная роза заканчивает побег одним цветком, одним бутоном, то у Флорибунды это просто настоящий букет. И можно как в срезку ее брать, можно любоваться на участке. Сорта устойчивые. И селекция последних лет направлена на то, чтобы они были устойчивы как к заморозкам, так и к уридителям и болезням. Потому что в свое время у питомника кордеса, это розы кордеса в основном, ну, большая часть кордеса – это то, что я вот очень предпочитаю и рекомендую. Кстати, вот здесь есть из этой группы. Были некоторые ошибки, но за подсема не исправились. И это розы, которые пышут просто своим здоровьем. Обратите внимание на такой сорт «Акрополис» или «Акрополис», как лучше назвать, с необычайно красивыми махровыми розовыми соцветиями. И роза «Метеор» – это уже с невероятной окраской, которая покорит каждого. Оранжево-желтая, меняющаяся такая вот бикалорная окраска. Ну, с розами я завершила. Я к тому, что все непременно надо иметь, потому что роза – это роза. И в букет, и просто на зависть соседям, и себе в радость. Ну, такие всякие разные варианты. Следующая виртуальная корзина – это ампельные растения. Потому что ампельные растения, они, ну, вносят немножко такую нотку, скажем, может, некоторого драматизма, интересно наблюдать за ними в ваших садах будет, на ваших участках. Почему? Потому что ими можно заполнить вертикальное пространство. Эта тема давно всколыхнута ландшафтными дизайнерами, и неспроста они же этому учатся, как это все воздействует на нас, на окружающую среду, на наше пространство окружающее. И, пожалуйста, вам можно располагать в каких-то местах, в подвесных корзинах, кашпо, или специально декорировать части забора неприглядного, стены, например. Ну и, как правило, нам предлагают ассортимент для ампельных растений. Это, как правило, сезонного роста. Может быть, они где-то там и многолетние, но в наших условиях они однолетние. И это не хорошо, не плохо. Это где-то даже и хорошо. Потому что большое количество таких вот, назовем, горшичных ампельных растений, их можно по осени принести в помещение, подрезать, а потом на следующий год снова их извлечь, там размножить, самолазить, так сказать. Это и ипомея батат с различными окрасками. Необычное растение, может, там кто-то не встречал. Но листва бывает практически такой и синя-черный, бордовый, вариегатный, то есть полосочку, с сильно рассеченными листьями, ну и так далее, и так далее. Ипомея батата. Это, в принципе, на основе вот этого картофеля батата, который продается в гипермаркетах. Сладкий картофель. Ну, это уже декоративные сорта. Затем это плектрантус с таким специфическим ароматом, с различными оригинальными формами, которые тоже образуют каскады. Это Егорец Головчат, я как это рассказывала. Да возьмите обычную настурцию, но которая не кустовая, а плетистая, которая будет ниспадать вот этими бесконечными водопадами очень красивых декоративных листьев, похожих на копытца. Ну и уже вообще настоящий водопад, это будет дихондра серебристая, которая будет ниспадать в самом деле струящимся серебристым потоком. Некоторые сорта так и называются. Там ледяный поток, серебристый водопад, как-то так. Ну и не забывайте про многолетние, те, которые, как я вас учила, почвопокровные, могут стать ампельные. Ампельные, когда наеда едят, вам станут снова почвопокровные. Это и тот же вербейник монетчатый. Все виды тимьянов тоже можно туда посадить. Ну и так далее. Следующая виртуальная корзина, это надо, чтобы непременно в вашем саду были ароматные душистые растения. Потому что наше обоняние – это одно из базовых чувств человека. И оно создает для нас определенную атмосферу в саду. Ну, если вот немножко пофилософствовать, такой мини-урок вдохновения и психотерапии вам провести, то аромат может воздействовать на человека совершенно по-разному. Можно с помощью аромата вызывать как положительное настроение, умиротворение, так и какое-то возбуждение. Ароматы могут у нас ассоциироваться с воспоминаниями или создавать такие ряды воспоминаний, ассоциации с чем-то приятным. Если даже было что-то неприятное, оставьте то, что было приятно. Если у вас вдруг такого ничего не было, ну, я не верю, бабушкины флоксы, запах леса, запах луга – это все ароматы. Если у вас не было, значит, летом берете, например, срезаете букет сирени, берете, наливаете чашечку вкусного кофе, самого вкусного и дорогого, берете красивую салфеточку. Все спят, соседи спят, родные спят, а вы одна в саду. Вдыхаете сирень, смотрите, как струится утреннее солнце, нежная зелень, и слышите, как ветерок шуршит в листьях. И все это запоминаете, потому что, ну, некоторые философы говорят, что жизнь – это вот этот миг, который мы проживаем вот сейчас. Сейчас и здесь. Запоминаете это, и вам этого хватит на целый год. Это то, что касается ароматов. Ну, а ароматные растения вы подберете все непременно по своему вкусу, никого не слушаете, что, ой, мне не нравится, зачем ты посадила эту лилию, но посадите ее подальше и вдыхайте аромат лилий на расстоянии. Только слушайте себя. Это могут быть ароматные пионы, флоксы этих растений, большое множество, в том числе и однолетники, алису. Неповторимый аромат гелиотропа с ванильным приятным запахом. А то, что касается ароматов, и если совместить это с розами, то не забывайте про такую замечательную группу роз из питомника Остина. Их так называют розы Остина. Супер розы, которые давно уже на рынке, и которые устойчивы к неблагоприятным условиям. Это Абрахам Дерби, например, которые с необычайным ароматом. Ну и всякие другие, если вы обратите внимание, что они все выводились именно с целью сохранения аромата. Это вот особенность этого питомника Остина. И какую бы вы розу ни взяли, она вся будет густо-махровая и очень с пьянящим ароматом. Почему-то забытое однолетнее растение резида душистая, так и называется, у которой ну просто как будто бы разлили флакон приятного дорогого парфюма. И я думаю, что вас эти запахи вдохновят на что-то положительное, и у вас будут только положительные ассоциации. Эту корзину мы закрываем, ароматами мы сад обеспечили. И следующая корзина виртуальная – это злаки. Злаки в саду. Вы знаете, я поклонница злаков. И выбирать такие злаки, которые, во-первых, не агрессивны в вашей местности, потому что где-то может просто так вот сидеть кучкой и ничего с ним не происходить, а в других местах он считается инвазивным видом у себя где-то на родине. Не знаю, кто меня слушает, но такое вот бывает. И даже запрещен к выращиванию. Допустим, в Австралии кто-то запрещен, а у нас он даже и не зимует. Поэтому обращайте внимание на то, чтобы, во-первых, они не расползались корневищами, чтобы они долгое время произрастали на одном месте и не агрессировали по отношению к окружающим растениям. Ну, самое надежное, сейчас очень много сортов таких злаков, как веник, например. Там много видов. Он будет звучать коломогростис. Виды там всякие. Очень интересный веник остроцветковый, обратите внимание, который образует просто такие красивые основательные изящные колонны. Следующее растение – сеслерия, когда-то про нее рассказывала. Очень интересный злак, компактный, не очень высокий, растет на одном месте, сильно не разрастается в ширину, не быстро наращивает вот эту купину, которую потом надо подстригать. И у сеслерии также много видов, которые отличаются окрасом колосков. Есть очень интересные, золотистые, даже с черненькими, практически колосочками. Ну и просто противидное тоже надежный злак, который вас не подведет. Паникум Вергатум, с красивыми ажурными метелками, которые будут украшать ваш сад. Красиво колыхаются летом, а еще краще зимою в заснеженном виде. Ну и это у нас четыре корзины получилось. Ну и опошний кошек – это зелки. Кожный себе хоть раз уже идти отшивал кем лекаром. Ничего против не имею, потому что с возрастом сам понимаешь, что тебе подходит, а что нет. И, конечно же, в этой опошней корзине нашей надо иметь лекарственные травы. Не будет большого греха, если вы сами будете себе создавать какие-то травяные сборы. Почему я вот так рассуждаю? Почему таблеточки шалфея в магазине за дурные деньги лучше мне помогут, чем тот шалфей, который срежет у себя на грядке? Я знаю, что я его в пору собрала, ни в пыли, ни в грязи. Грамотно засушила и потом горлышко полоскала или принимала внутрь в соответствии с рекомендациями. Много растений одобрены официальной медициной, фармакопеей, продаются в аптеках. И все знают, что болит животик – выпьем ромашку. Плохое самочувствие, там что-то недомогание, и надо приободриться, значит принимаем мяту. И все эти сборы, в том числе и мята, и чабрец, и ромашка. Они хорошо успокаивают и готовят нас ко сну. Поэтому получилось таких у нас 5 виртуальных корзин, которые все непременно должны наполнить ваш сад. Спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин